Когда-то давно мир наёбывали три великие расы Протоевреи, архицыгане и древние славяне Но всё изменилось, когда евреи изучили магию огня и сами стали капиталистическими угнетателями Признавая за валюту только золотые кресты, цыганам пришлось уйти в хобичьи и коммуналки, где нет места даже двум коням И когда надежда оставалась на славян, они исчезли Но спустя годы появились они, русские Обладая невиданным интеллектом и бесконечной бедностью, они нашли способ как наебать капиталистов И одного такого я нашел в замороженном пельмене Имя ему Каргас Вы ведь не думали, что консольщики в России действительно покупают игры за 4К? Стоп, вы реально так думали? Ох, глупый ПХ-Иван Пора тебе окунуться в мир настоящего православного консольного гейминга с RDR2 за 500 рублей на старте Как я и обещал за 10 тысяч лайков, это мой пособник по консольно-жидомасонским лайфхатчикам Большинство консольщиков уже знают про все эти способы Но зачем тогда видео? Дело в том, что некоторые блогеры сейчас продвигают идею одной единой арийской консоли без альтернатив для всех А все остальные консоли должны гореть в геене огненной! Думаю, это как-то связано с их генами Обойдемся без имен И если подобные речи были актуальны 7 лет назад Сейчас эти самые блогеры отдалились от обычных смертных И забыли, что их смотрят люди, живущие не здесь И даже не здесь А вот здесь И живут эти самые работяги далеко не за донаты и рекламу В основном за еду Я каменщик, работаю 3 дня Аааа И какое удивление Они тоже хотят иногда отдохнуть за игрой Вот только чтобы экономить на той самой консоли Ивану придется быть ебучим волшебником А на другой Он просто экономит Даже как-то скучно И да, способов экономить на иксбокс больше Но по сути от сравнений не сойдет мне кара ни одной, ни другой стороны Ибо владею я уже 6 лет обеими черными приблудами заморскими Поэтому я буду максимально объективен, чтобы вы не подумали, что фанаты Плейстейшн F**king slaves А владельцы иксбокса Dungeon Master Ведь все мы знаем, какая консоль стоит 300 ба Но если вы все-таки отдали душу японскому угнетателю По Плейстейшну лайфхатчики тоже найдутся И о некоторых способах мне придется говорить немного завуалировано Привет, бананы от Microsoft и Sony Но меня им не достать в симуляторе России Это моя личная матрица Всем советую выбрать синюю таблетку и присоединиться ко мне на серверах Новороссийска Эту бесплатную игру можно смело назвать бета-тестом жизни обычного Ивана В нее перенесены все самые легендарные задания оригинала Такие как армия, работа, семья и главный сюжетный квест Ипотека Вообще, я требую на законодательном уровне разрешать входить в реальную Россию только лицам, прошедшие виртуальный бета-тест на NexRP По окончанию которой, как и в любой RPG, у вас должен быть выбор Атаковать, сдаться, сбежать или начать игру заново К сожалению, на данный момент выбор ограничен одним вариантом Вы должны следить за ситуацией в Беларуси Все ссылки в описании И помни, подписчик Хозяин подарил Добби еду И теперь Добби будет жить Собственно, если вы обладатель лучшей коммунистической консоли Xbox Способов обмануть капиталистических угнетателей у вас 5 Я их еще называю 5 уравнений щиты На первом все просто Вы теперь не Николай из Саранска, а Марко из Аргентины В принципе, у вас уже все хорошо в жизни Но теперь еще и все, что есть в Microsoft Store становится в несколько раз дешевле Но для такой фантазии вам потребуется VPN и карта нужной страны Или ваучер, покупаемый с доплатой А после нескольких дней мониторинга цен в разных странах Так можно вообще забить на Xbox и уйти на фондовый рынок На втором уровне все проще На определенном сайте, который мне нельзя называть Пусть будет Оплатеру Определенные люди уже давно собрали в себе все 23 личности стран третьего мира И продают ключи для Xbox с небольшой доплатой У каждого продавана свои инструкции Но в целом экономия на уровне с первым способом На третьем уровне вы должны познать, что такое кооператив Заставьте вашего друга купить Xbox Спустя полгода ненавязчивой пропаганды Теперь вы можете покупать игры на двоих И при этом играть каждый на своем аккаунте через функцию домашней консоли А если совместить этот способ и один из первых двух Какая-нибудь RDR2 на старте обойдется вам в 500 шакалов Аккаунты Так как 4 у японцев число смерти Это способ категорически запрещен на PlayStation Если вы не хотите отведать азиатский бананчик Но для коммунистической консоли не существует понятия как банан Аккаунты для Xbox это как горячие пирожки из школьной столовой Но все съесть не получится и в какой-то момент аккаунтов станет слишком много Да и у каждого из них может быть какой-то неприятный сюрприз в виде второго владельца Так что аккаунты на Xbox при покупке могут стать общими Нет, слово мой Есть наш аккаунт А для тех кто купил Xbox и денег больше вообще не осталось То есть для доброй такой половины россиян Есть последний способ Каждые полтора месяца вы можете получать подписку гей пас И играть в достаточно большую библиотеку игр Цена такого лавхачка 1 доллар и 1 час нервов раз в 45 дней созданием нового аккаунта и манипуляцией с подпиской А вашим родителям можете сказать, что занимаетесь профессиональным программированием И вас не вернут обратно в приют На каждый пункт вы можете отдельно посмотреть как и что делается Кстати, инструкций полно И ни за что из этого вам не забанит ни Xbox, ни основной аккаунт, как постоянно делают в компании добра превращая вашу консоль в уютный кирпич Но добрые японцы все же припасли для вас особые способы Их целых три На самом деле ноль Для первого вы должны родиться исключительно в Москве или в Питере И обладать прокачанными навыками красноречия, торговли и спидрана Вам предстоит покупка новенького диска с игрой Но только популярной Быстрое прохождение этой игры недели за две и продажа на выживание Ведь каждый день на счету, когда падает цена После успешной продажи повторяем цикл Ведь мир цикличен Крафт ножом ввести по кругу осевой горизонтали земли, где в центре ваша зарплата, а на орбите прошиточный минимум Глупые консольщики могут сказать, что такой же способ есть и на Xbox Но проблема в том, что на Xbox не покупают диски И вовсе не из-за того, что это не имеет смысла, ведь цифры дешевле Просто каждый обладатель Xbox знает, что консоль от Microsoft отвергает диски как нечистую силу И при попытке вставить инородный предмет ему в дырку, он может попытаться вас убить Покупка игр на двоих у PlayStation аналогичная боксу За одним исключением Найти друга с плойкой это в 10 тысяч раз легче благодаря активной работе тех самых блогеров И в большинстве случаев именно они в своих видео советуют покупать игры на двоих Или диски И у меня для всех них срочное сообщение За Мордером есть жизнь! Это официальное подтверждение со снипков спутников! За Мордером обнаружена жизнь! Жизнь без б.у. дисков, но все же жизнь! И для всех вас остается только один единственный способ не тратя деньги играть в игры Каждые две недели создавать аккаунт с PSN и брать халявную подписку PS Plus Какой в этом смысл? Абсолютно никакой! Ведь точно так же как и с покупкой диска, игру вам нужно будет пройти максимально быстро! И ведь больше в нее в следующем месяце вы не поиграете! Хотя было бы во что играть! Не, ну жулик, что за херня? Колду верни! Нет! Ах да, есть еще баги магазинов, бесплатные игры и скидки Это когда вы можете наиграть во что-то перед настоящей игрой Или подачки с барского стола, когда все уже наигрались и дают вам свои старые игрушки Мам, ну я хочу лего! У нас дома есть свое лего! Лего дома Ну зато бесплатная полноценная игра Я примерно так же когда К2 получил Топ за свои деньги! Надеюсь вы поняли, что я ни в коем случае не пытаюсь как другие навязывать свое мнение в покупке той или иной консоли Вот я даже выбор вам даю Если вы находитесь здесь, тут царит PlayStation и Avito А вот в этой зоне пустоши для выживания рекомендуется Xbox Конечно, возможно вы как-то прошли через три стены Марио, Розу и Сину Тогда уже действуйте по обстоятельствам Главное не будьте как Эрон Вон он купил Nintendo и теперь хочет уничтожить весь мир Короче, подписчик Этот аниме-обзор я выпустил как и обещал И в благородство играть не буду Просмотров я на нем не жду Но у меня для тебя парочка заданий И мы в расчете Цифры я называть не буду Но увидим сколько ты способен поставить лайков и комментариев Заодно проверим скрытый потенциал канала Удивишь меня, выпущу еще два видео в августе Хрен его знает, на кой лят оно тебе Но я в чужие дела не лезу А если ты досмотрел это видео до самого конца Велком в клуб, бадди